Круглый стол в рамках республиканской информационной антитабачной акции проходит в городе над Бугом уже не в первый раз. В мероприятии принимают участие специалисты, которые знают о вреде курения и непонаслышке. МЧС, учреждения здравоохранения, налоговая служба и милиция. Каждой из этих структур приходится бороться с причинами и последствиями пагубного пристрастия к сигаретам, которое, к сожалению, имеет немало жителей Брещины. У нас сегодня число курящих пока составляет 30,5%. Поэтому есть над чем работать, и мы над этим работаем. Сегодняшняя акция как раз и направлена на то, чтобы в большей степени информировать население. Кроме информационной работы, которая проводится постоянно, немало сил направлено и на разработку мер эффективной практической защиты людей от употребления табака, в числе которых и медико-психологическая помощь тем, кто хочет распрощаться с пагубным пристрастием и запрет на рекламу и повышение налогов на табачные изделия. Конечно, данные меры не способны полностью оградить берестейцев от табачной продукции. Однако, определенные результаты уже есть. В предыдущие годы показали, что у нас есть тоже определенные подвижки. Наша страна не стоит на месте. И в нашей стране многое сделано по укреплению нормативной базы. И есть определенные результаты по снижению числа курящих. Понимание того, что сегодня уже не модно курить, модно быть здоровым. В списке пунктов, которые должны убедить человека раз и навсегда отказаться от табака, не последнее место занимает такой аспект, как своеобразное принуждение к пассивному курению. Часто курильщики не задумываются о том, что свою дозу никотина получают не только они, но и люди, находящиеся рядом, на здоровье которых подобная вредная привычка оказывает куда большее влияние. Для того, чтобы получить свое заболевание, как последствия курения, не обязательно курить сигареты. К сожалению, на сегодняшний день распространено такое явление, как пассивное курение. Проводилось популяционное исследование, по результатам которого в семейных парах, где курит один из членов семьи, риск заболеть раком легкого у некурящих членов этой семьи возрастает на 30%. Однако, какими бы суровыми ни были законы, дорогими сигареты и устрашающие социальная антитабачная реклама, зачастую человек только самостоятельно может отказаться от пагубного пристрастия, сделать выбор в пользу жизни без отравляющего дыма в легких. Задумайтесь, ведь каждые 6 секунд в мире от болезней, связанных с табаком, умирает один человек. Так, может быть, не стоит добровольно становиться в эту очередь?